Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Привет! Привет, друзья! Это моя короткая вылазка в прямой эфир к вам. Так что можно пару вопросиков каких-нибудь обсудить. Йоу-йоу! Как ивент. Значит, в двух словах. Мы наконец-то открыли сезон вчера. Волнение молодых ребят, которые не выступали, мне кажется, превысил допустимую норму. И... Ну и чё? И просто не все, короче, справились с этим волнением. Вот что я скажу. Так, в целом, все мега круто. Тем более, мейн-ивент. Мейн-ивент был просто пушкой. Беза, привет! Трудно было пацанам? Да. Некоторым было как бы очень трудно. Не справились с волнением. Но... Были пушечные выступления. Так что ждите. Сейчас вообще столько будет контента. Просто нереально. Когда следующий ивент? В ближайшее время никаких ивентов не будет. Надо сначала все, весь этот материал опубликовать. Еще... Выпускать и выпускать. Еще на долгое время хватит. Был отбор на 140. Да, первый отбор. Так, сразу в бан. Агрессивно настроенных ребят сразу баним. Как вам новое место лучше, чем Грибыч? Оно немножко иное. К Грибычу мы все привыкли. К этому месту еще не привыкли. Но в целом, сезон там, я думаю, откатаем без проблем. Здравствуйте! Блин, как же хорошо, когда дует ветерочек. Так, господа, давайте без мата. Меньше грубости в это воскресенье. Идешь скидывать бит. Но посмотрим. Может быть. Как вообще по ощущениям, второй сезон будет покруче? Или пацанов уже не переплюнуть? Так еще, ну, не все же выступили. И, как и в том сезоне, я, например, с отборов мало видел, ну, чуваков, кто дойдет до финала. А в итоге, ну, как бы восьмерка участников первого сезона. Это вообще все уже маломайские звезды. Поэтому не будем забегать вперед. Все сами увидим, прочувствуем это. Мне очень хочется пересмотреть, потому что, короче, проблема площадки конкретно этой, ну, лично для меня это проблема, а для остальных нет. Из-за того, что я не на подиуме нахожусь, как было в Грибоедове. То есть я там на заднем плане, на подиуме, да, на возвышении. На возвышении. И мне было все видно, а сейчас я просто вижу затылки людей, и я не очень понимаю, что происходит. Это очень, ну, местами казалось, что, типа, ну, людям казалось, что я туплю. Хотя это просто потому, что я не вижу. Вот. Но я думаю, мы решим этот вопросик. Это уже так чисто. Бытовые. Ответь, ау. Ну, продублирую еще раз вопросик, и я... Если вопрос адекватный, я на него отвечу с удовольствием. Привет. Привет, все, кто приходит. Рад всех вас видеть, господа. Данна раскачала Граймова. Все увидите. Все, все увидите. Будут концерты когда-нибудь? Будут. Будут концерты, будут выступления. У меня, например, на следующей неделе будет одно выступление. Я про него позже скажу. Что скажешь по рвать на битах? Очень много было там крутых выступлений. Неожиданно. И мне очень нравится, когда неожиданно приятные выступления. Я не буду кого-то выделять. Но в целом... Все круто. Жду в Волге. Да мы тоже. Волг, да прекрасный город. Надо возвращаться туда. Что по творческим порывам? Знаешь, хороший вопрос. В последнее время очень как-то все тяжелее стало писаться музыка. В связи с большим обилием всевозможных дел. То есть я постоянно отвлекаюсь на какие-то дела. И на написание музыки что-то в последнее время со временем плохо. Вот, надо все менять. Надо писать много нового материала. Вас радовать. Надеюсь. Эмоции от отпоров. Это круто. Я счастлив, что мы запустили. И рвать на битах и 140. Я вообще нереально рад. Потому что батлы живут. Батлы подбиты. И... Короче, в этом году будет пушечка, ребята. Как ты этот ивент 140 вынес? Как и любой другой ивент выношу. Ну, я же при этом не кирпичи таскаю, правильно? Это просто обычное для меня мероприятие. Рвать на битах же турнирка уже. Да, да. Скоро уже будут сюрпризики. Совсем скоро. Не, никаких спойлеров, господа. Я... Никогда не спойлерю. И не рекомендую вам читать спойлеры. Потому что они всегда не верны. И... Ну, это не круто, потому что... Хорошо, когда вы не знаете результатов. Ну, это как, грубо говоря, как фильм смотрите. Ты знаешь, что там в конце... Кто там чего. Это же не круто так смотреть. Поэтому рекомендую... Не углубляться в тему, кто там кого. А просто самим посмотреть все. Почему не взяли Кондрашова? Я не занимался отбором. Я бы умер, если бы я смотрел все заявки. Вот Эдик... Как Эдик выживает, я вот понять не могу. Здравствуйте, здравствуйте. Про Игоря Весну слышал, что он сказал, что не будет читать. Ну, все, сами увидите. Ладно, друзья. Это была коротенькая, на самом деле, вылазка. Я не рассчитывал долго общаться. С вами, конечно, всегда душевно и хорошо, но... Будем дозировано. Так что... Всех обнял. Пока, господа.